Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 июля и вот уже поспели не только мелкоплодные, но и крупноплодные мясистые сахаристые томаты. Мы продолжаем обзоры. Перед этим был у меня любимый праздник в обзоре. Сейчас я буду говорить об отяне. И смотрите, издалека кажется, что томаты вообще одинаковые. Но это то же самое. Такой же цвет, все так же. Но это совершенно два разных томата. Каждый по-своему хорош. О ботяне сейчас скажу отдельно. Потому что смотрите, если я говорила о любимом празднике, что он низкий, там 80 сантиметров, 1 метр, и поэтому он удобен в уходе. Про ботяню я сказать этого не могу. Это очень высокий двухметровый томат. Ну, конечно, в теплице он чуть повыше, а в открытом грунте, ну, метр семьдесят, метр восемьдесят. Но все равно это уже в отличие от любимого праздника индотерминатный. Хотя плоды у них очень хорошо схожи. Ну, как такой же малиновый цвет красивый, видите. Такая же немного вытянутая форма сердцевидная. Ботяня тоже может быть крупным, но производителям нигде не заявлено, что он может быть девятьсот или килограмм. Везде указано двести пятьдесят, триста граммов, четыреста граммов. Но многие люди выращивают ботяню до семисот граммов. Есть семьсот граммовый ботяня. У меня ботяня, вот так как он заявлен, триста, четыреста грамм, так он и вырастает. Больше веса не было ни разу, потому что, ну, еще раз объясню, что я в теплице сильно не поливаю. И вот они у меня сидят, когда на такой сухой диете, я все боюсь фитофтуры, я их не заливаю. И еще жарко, и они всегда немного недостаточно, не набирают веса. В остальном все так же. Это такой же мясистый, сахаристый. Смотрите, вот одно томатное мясо. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семикамерный, это значит, что это тоже, можно его отнести к классу бифтоматы. Раз у него вес больше 200-300 грамм, раз у него количество камер больше четырех, значит, это представитель бифтомата. Но его и так, попробовав, вы сразу почувствуете, что это именно бифтомат, что это именно мясо томатное. Это не какой-то ни жидкость, ни сок, ни семена. Семян тут мало, и если его мы разломим, то мы, конечно, поймем, вы поймете все, о чем я говорю. Вот эта сахаристость, она сразу вот здесь налицо. Арбузная такая, крупенчатая. Вот эти крупинки, мякоть. Конечно, это... Ну и я еще раз добавлю, я в каждом видеоролике говорю уже, как попугай. Еще из-за того, что у нас нынче была жара, вот тот период, когда они формировались, когда они созревали, вот эта жара еще один плюс внесла во вкус томата. У них мало жидкости, они немножко, пусть поменьше весом сделали, ну, стали, сформировались, но зато у них повышенное содержание сахара, много сухих веществ и мало жидкости. А это значит, что у них восхитительный сладкий вкус. Но ботяне и в прошлом году был очень вкусный. Сейчас я попробую. Нотки кислинки вообще нет, не присутствует. Но я вот по состоянию, я когда разламываю, я сразу увижу, ожидает меня вот в таком томатном мясе кислинка или не ожидает. Вот здесь, конечно, никакой кислинки и быть не может, потому что томат полностью вызревший. Он такой неводянистый, ничего с него не вытекает при разломе. Все. Это вот натуральное, сладкое, сахаристое томатное мясо. Как раз то, что мы любим, как раз то, ради чего мы занимаемся нашими томатами, чего ждем иногда за самой поздней осенью, когда же у нас вызреют. Но томат ботяне, я сразу скажу тем, кто любит вот такие крупные мясистые томаты, он сорт не позднеспелый. Он в открытом грунте у меня тоже вызрел. На многих кустах, конечно, я сеяла немного пораньше, чем традиционные сроки. Но с ботяней вы имеете возможность получить спелые томаты на улице, в открытом грунте, даже без теплицы. Все. Вот это наш ботяня. Видеообзоров я делала в теплице, и как он растет, и как он был зеленый. И вот сейчас дегустация. Кто высаживал и выращивал ботяню, те уже поняли, что это действительно хороший, один из лучших сортов сибирской селекции, который совмещает в себе и крупноплодность, и раннеспелость, и прекрасный вкус. Вот он такой сладкий, именно мясо вот это. И высокая урожайность. Единственный недостаток, но это только для меня, то, что он очень высокий. Он не очень прост в уходе. Его надо и посынковать, и подвязывать. За ним нужен тщательный уход. Но он обязательно вас вознаградит вот такими спелыми, мясистыми, сладкими плодами. Спасибо. Спасибо.